И вроде бы зеленой, но ни одной нитки такого цвета на этом походном мундире прапорщика нет. А каска сократила потери русской армии в четыре раза. Это и многое другое можно узнать на открывшейся сегодня выставке «Русская императорская армия. Реликвии и легалии XVIII-XX веков». Сотни погон, 40 единиц холодного оружия, более 20 орденов и 12 мундиров. Да к тому же десятки реликвий, связанных с царской армией. От эпалетов и полковых знаков до капельмейстерской палочки. Большинство экспонатов привезли из-за рубежа. То, что когда-то вывозила белая русская эмиграция. Например, у меня есть икона Колчака, которую мы подарили с благословением в походы на Москву в Перми, когда в 19-м году ее занял. Например, это должна была бы быть святыня белого движения вообще. У меня есть рубашка царевича Алексея, которая из Тобольска. Это вот последняя остановка перед Екатеринбургом, где царскую семью расстреляли. Мы взяли свой экспозиционный зал, у нас 11 экспозиционный зал. И совместно с очень известным самарским коллекционером Андреем Болдыревым создали новый зал Дома офицеров. Это не просто выставка, которая приехала и уехала, а это целый зал, который будет в течение нескольких лет работать. Потрясающая коллекция. И если учесть, что это труд одного человека, одного коллекционера, это труд исследовательский, это труд коллекционерский. И здесь, конечно же, только такое открытое сотрудничество в изучении и сохранении нашей истории, нашего искусства, других направлений. Оно и дает всю полноту картины зрителям. Выставка открыта для всех желающих. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События.